Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир-экономист у нас в эфире. Приветствую вас. Да, здравствуйте. Александр Владимирович, вот мы говорим об очередном транше, об очередном кредите и с использованием российских активов. В целом, пятая, это уже процедура подобная. Можно ли говорить, что все по плану идет, без сбоев в отношении того, как мы получаем деньги от российских активов? Действительно, мы уже начали получать прибыль от российских активов. Сейчас сделана такая конструкция, она многоходовая, так скажу, в рамках инициативы Большой Семерки. Есть кредит, который Евросоюз должен нам организовать, и он его уже организовал, в размере 35 миллиардов евро. А 10 миллиардов евро попадают под юрисдикцию Соединенных Штатов. Может быть, Канады также. И вот очень сложная конструкция. Вот в этот кредит 35 миллиардов евро идут доходы, будут идти доходы ежеквартально от прибыли замороженных российских активов. А также могут идти и другие средства, даже из других стран, членов Евросоюза, которые захотят, например, помогать через этот механизм. Потому что Евросоюз берет использование этих денег под контроль, будет требовать проведения реформ. Ну, то есть это традиционная такая парадигма помощи Европейского Союза. Они помогают, но контролируют и гарантируют целевое некоррупционное использование этих средств. Поэтому, да, действительно, можно сказать, что большой этап закончен. Но самое главное для нас это то, что Евросоюз наконец-то заявил, что рано или поздно все убытки, которые нанесла Раша Украине, они превышают 300 миллиардов долларов. Вот все это должно быть погашено, в том числе за счет замороженных активов. То есть нет уже никаких шансов у Раши получить назад эти 300 миллиардов. Они уже использованы как кветерал для кредитных линий. Это только первая кредитная линия на 45 лет. И, по сути, это грант, это не кредит. Почему, допустим, если Украина не будет платить за эти деньги, то погашение будет за счет вот этих замороженных активов. Ну вот сложная конструкция, но она очень важная. Все ждут решения международного суда, который в конце концов, ну, они длятся очень долго, несколько лет, как правило, вынесет вердикт по ущербу, который нанесла Раша Украине. Ну и вот эти 300 миллиардов будут использованы для этого. Плюс другие механизмы. Американцы, вот уже новая администрация Трампа, предлагает вот такой механизм, как, знаете, часть экспортной выручки от продажи нефти пускать на погашение кредитов. Кстати, в ваших программах больше года назад я предлагал этот механизм. Даже хочет Раша выплачивать репарации, не хочет. Все равно есть в мире механизмы, которые без воли и политического решения Раши найдут средства за ее счет для компенсации всех этих убытков, которые уже есть и еще будут, к сожалению. Еще добавим информацию о том, как страны Большой Семерки завершают работы по выделению в Украине 50 миллиардов долларов, также из замороженных российских активов. Об этом заявил госсекретарь Шаинтони Блинкин. Он также напомнил, что недавно Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. Они в том числе коснулись системно значимого Газпромбанка. После этого акции компании обвалились до исторических минимумов. Сейчас за одну ценную бумагу корпорации на рынке дают около одного доллара. Здесь две новости, на самом деле, в принципе, и Газпромбанк, и история, связанная с решением стран Большой Семерки. Поэтому, Александр Владимирович, тоже хотели бы Вас попросить прокомментировать. Смотрите, то, что Вы сказали, 50 миллиардов долларов, это и есть 45 миллиардов евро. Приблизительно, так они считают. Это одна программа. Просто она разбита сейчас. Европейская часть и американская часть. И теперь относительно санкций, да, но это уже не новость, да, это уже констатация факта, что... Хотя, можно сказать, и новость, потому что реально санкции начнут действовать только завтра, завтрашнего дня, с первого числа. А ожидание эффекта от этих санкций уже привело к обвалу валюты Раши, к ее девальвации. И вот, как показывала история борьбы за прекращение падения, это и центральные банки Минфин, что пока безрезультатно. То есть они на уровне центрального банка констатируют некоторое укрепление рубля, откат, там, 108. Но в рыночной среде вот этот курс 112-113 как был, так и остался. Но это существенная девальвация, которая приведет к инфляции, потому что это механизм обратной связи. Инфляция идет через девальвацию, а девальвация обусловленная инфляцией. А вот эти санкции еще привели к тому, что все меньше и меньше валюты заходит в эту страну. Есть дефицит долларов, большой дефицит долларов. И вот эта комбинация факторов плюс традиционные выплаты в последнем месяце на финансирование бюджетного дефицита. Эти деньги направляются на войну. Вот все это и приводит к инфляционным ожиданиям, к девальвационным ожиданиям. И эти ожидания реализуются. Что хотелось бы сказать, что мы поблагодарим Белый дом за вот эти санкции, ожидаем таких до 20 января Европейского Союза. Нужно добивать российскую банковскую систему. Почему? Потому что если она рухнет, то есть там будет не только валютный кризис, но и кредитный, финансовый. И начнутся банкротства банков, а через банкротство банков начнутся банкротства предприятий. То вот это, вот именно это и нужно. Но для реализации этого сценария нужно продолжать давление санкционное, особенно на ВТБ банк. Повторяю, ВТБ банк, это самый большой, мощный банк, где хранятся деньги и вот этих фондов национального благосостояния. Этим банком руководит персонально Путин. Он решает, кому давать деньги, кому не давать, в том числе и на Газпром. На убытки Газпрома в прошлом году 6 миллиардов, вот они профинансировали из этого ВТБ банка. Он еще живой, его не добили. Его даже не били, я так скажу. В Китае он очень активно действует и помогает теневому импорту из Китая товаров двойного назначения. Ну и в Раше действует. Вот мы ждем, что надо добить. Это первое. А второе, что надо сделать Европейскому Союзу, наконец-то принять решение, очень важное, что полностью запретить импорт газа и природного изжиженного из Раши. Этот удар будет колоссальный. А так, понимаете, я вот не понимаю и протестую против такого решения, якобы, что это наша инициатива, что мы закрываем транзит российского газа через нашу территорию для Венгрии, Словакии и частично Австрии. Но, смотрите, уже считается, что это газ не из Раши, а из Азербайджана. И там частичное замещение есть, неполное, но есть. И поэтому я не понимаю, почему мы отдаем прибыль Турции. Турция предложила свой маршрут туда, через Болгарию, и будет получать где-то 800-900 миллионов долларов за транзит. А мы останемся без прибыли нефтегазу. Нам она очень нужна, прибыль очень большая. Где-то, я считаю, 700 миллионов долларов. Эти деньги очень бы пригодились для финансирования наших вооруженных сил. Поэтому, если мы закрываем транзит, то Европа должна отказаться от импорта газа, повторяю, и природного, и сжиженного. И вот эту инициативу может поддержать Трамп. Почему? Потому что в его программе завоевание всех рынков и сжиженного газа, и нефти, сейчас вся Америка начала сверлить, или, как сказать, дрилл, да, открывать новые скважины, открывать новые сважины и нефти, и сжиженного газа. Вот и нам надо этим воспользоваться. И предлагать Европейскому Союзу добивать российскую экономику. Она все еще жива. Вот эта эйфория от девальвации, которая действительно приведет к еще большей инфляции, недостаточно для краха российской экономики и военной машины. Спасибо, Александр Владимирович. Не сомневались, вы действительно так основательно объяснили нам, что происходит. Обязательно еще созвонимся. Много динамичных процессов в российской экономике. И хотелось бы, чтобы эти процессы привели, наконец, к финансовому хотя бы краху. Спасибо, Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир, экономист. Мы говорили о совместном решении Украины и Евросоюза, очередной транш из дохода от российских активов мы получили. И также обсудили внутриэкономическую ситуацию в Российской Федерации.